АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗИН В общем-то, как бы хотелось помогать нашим братьям всегда, но было жуткое недоверие ко всем организациям, и вышли мы на эту помощь примерно следующим образом. То есть в церкви во время воскресной проповеди священник призвал как бы приносить кто что может для организации помощи в Новороссию. Подойдя к нему, я просто поинтересовался, ну как бы все-таки священник лицо такое вызывающее доверие, больше чем волонтеры на улице с тележками в палатках, поинтересовался как это организовывается, он вывел нас на человека, который имел родственников Гукова, и оказывали помощь они червоному партизанскому. В червоном партизанске мы познакомились с комендантом Денисом, с Анастасией Петериковой, и вот так вот оказались таким образом в Луганске. Происходит это приблизительно так, заказывают в середине месяца, ну что на данный момент необходимо, по мере своих возможностей собираем все это, ну и в конце месяца приезжаем. Вот как раз прошлая поставка, это был как раз сальбутамол и медикаменты сакропоннижающие, которые мы практически все раздали, это как раз выприводили. Да. Расскажите немножко о вашей компании, чем вы вообще занимаетесь в жизни? Компания, ну не молодая и не старая. 15 лет нам занимаемся розничной торговлей молочными продуктами. Ну, насколько можно. Работает у нас человек 50 продавцов, водители, колдовщики. И стараемся держать марку в городе. А вы вообще планируете, рассматриваете вариант того, что в будущем вы возможно будете работать в Новороссии, но непосредственно даже в городе Луганске? Ну, время покажет, хотелось бы. Еще хочу добавить, что в принципе абсолютно все члены нашей команды, работники компании, скажем так, с каждой зарплатой отчисляют небольшую, но регулярную сумму на все вот эти гуманитарные поставки, которые приходят к вам, в том числе лекарства, в том числе вот это последнее и предпоследнее. То есть мы бросили клич, что как бы Новороссия оказалась в беде, и каждый, если кто сколько может, то есть ни один не отказался человек у нас. То есть в принципе, в общем-то, вся компания полностью участвует, да, весь коллектив, да. У вас этот вопрос намлажен. Да, то есть весь коллектив полностью поддерживает, участвует в этих гуманитарных поставках, так что это не только лично наша заслуга, но это заслуга всего коллектива. То, что у вас оказываются какие-то там лекарства необходимые, там, или элементарная еда. Ну и вы как руководители ответственно всегда привозите грузы самостоятельно, и в этот раз вы решили все-таки к нам приехать в гости, для того, чтобы лично убедиться в том, что груз доходит до места назначения. На самом деле затратна не только гуманитарная помощь, затратна еще и самодоставка. Все-таки дорога не близкая, то есть занимает не меньше 12 часов. Это дело затратное, поэтому мы как бы это уже возлагаем только на себя. Сами собственными руками за руль, сами собственными руками грузим, ну, чтобы как можно больше денег ушло именно на помощь. Ну и плюс, как бы, немаловажный факт тут, личный контроль в распределении этой гуманитарной помощи. Потому что, ну, как бы, я думаю, что это ни для кого не будет секретом, ничего там греха таить. Очень много нечестных людей на этом деле нажилось. И во многом, во многом, многие люди либо отказались, либо боятся участвовать в гуманитарной помощи именно из-за большой вероятности попадания всего этого дела в руки мошенников. То есть, как бы, я лично, то есть, начал в этом деле, мы вот лично с Вадимом Георгиевичем начали участвовать в этом деле только после того, как были нам представлены конкретные люди, которые вызывали у нас доверие. И только после этого мы, как бы, вступили в это дело, потому что, ну, не хотелось бы обогащить каких-то мошенников, которым, к сожалению, очень много, готовых нажиться на горе людей. Вот это вообще, кстати, считаю, является достаточно большой проблемой вообще гуманитарной помощи. То есть, люди и готовы помогать, но не знают как и боятся, чтобы просто их деньги не ушли в карман какому-то очередному жулику. Вот, например, если взять последнюю поставку, то есть, когда мы закупали консервы, ну, это как бы не наша тема, то есть, мы поехали просто на оптовую базу и закупали консервы. Когда владелец вот этой оптовой базы узнал, куда и зачем мы везем, то есть, она от себя просто вот еще несколько коробок дала, то есть, зная, что, ну, зная нас лично, там, как бы, это самое, зная, имея доверие к нам, то есть, она лично несколько коробок консерв еще дала от себя. Но при этом, не доверяя, там, никаким фондам еще что-то, до этого она не участвовала. То есть, большая проблема именно в доверии, конечно. То есть, в итоге мы наблюдаем уменьшение объемов помощи, гуманитарной помощи, в том числе из-за того, что пропадает доверие, да? Это очень большая проблема, доверие очень большая проблема. То есть, конечно, в этом плане нужно работать, и, ну, я думаю, у вас проблемы на этой территории, и на территории России тоже это очень большая проблема, потому что, в общем-то, ну, народ, к сожалению, уже неоднократно был обманут, то есть, все вот эти вот благородные позывы оказываются в результате в кармане у жуликов. То есть, ну, неприятно это. Скажите, вот война на Донбассе глазами туляков. Как вы это видите? Вы сопереживаете? Вы наблюдаете? Я человек от войны далекий, и все равно вижу, что люди стремятся, ну, защищают своим. Как во все времена, как была Великая Отечественная война, защищали свое, как была Первая мировая свое защищение, так и сейчас люди защищают то, где родились, где живут, где растут их дети. Ну, не хотят отдавать свое кому-то другому, кому-то, кто пытается забрать, пытается завоевать, оккупировать, еще что-то. Ну, заставить людей жить по своим правилам, по которым люди совершенно не хотят жить. А для меня, например, вообще, как бы, нет такого разделения, что Донбасс и Россия. Я считаю, что это не война на Донбассе, это война в России. Вот, и, как бы, на сегодняшний момент вы сегодня воюете за нас. Даже не в том смысле, что на нашей стороне, а именно вместо нас. Поэтому, ну, мы вам просто должны и обязаны и своей жизнью, и своим мирным небом. Это, как бы, сегодня Луганск защищает то, ну, вот такое вот отношение лично у меня, ну, и у моей семьи. Все-таки идет уже второй год боевых действий. В какой-то мере мы можем сказать, что руки опускаются у местного населения. До сих пор непонятен курс, вообще определен он или нет. Что вы можете сказать, вот, мирным жителям и обязательно бойцам, ребятам, которые защищают нас и готовы идти вперед, поддержать их можете как-то? Ну, конечно, полное восхищение тому упорству, с которым вы держитесь. Это, во-первых, высказать хотелось бы. Во-вторых, ну, знаете как, давайте помечтаем, что мы в будущем все-таки будем жить в одной стране. Вот. В одной большой, счастливой стране. Для нас нет этого разделения, еще раз говорю. То есть, я не считаю Донбасс какой-то другой страной. То есть, я был рожден в СССР, это все равно одна моя страна, которая была раздвинена, на мой взгляд, не очень хорошими людьми, в угоду, не очень хорошим целям. То есть, в принципе, у меня у самого родственники, вот, отец у меня был рожден в Купянске, бабушка из Сватова. И я не считаю, что эта земля не моя, я не считаю, что это за границей. Терпение, ребят, как бы нам деваться некуда. Наши предки всегда побеждали, поэтому у нас это генетически заложено. Наше дело право, и победа будет за нами. Мирному населению терпение, вашим защитникам, ну, отваги. Не идите на компромисс, будьте до конца верными своему делу. Мы вас поддерживаем. Спасибо вам огромное, приезжайте к нам еще. Будем надеяться. Приедем обязательно. Тут очень приятно, знаете, из-за чего мы даже еще, вот, я вот, пока говорил, все, пытался сформулировать. То есть, реально, получается, сюда ездишь отдыхать. Не в том плане, что это курорт, а отдыхать в общении с людьми. Тут очень чистые люди. То есть, такого уже, ну, на войне, видимо, действительно, как бы, вот эта вот шелуха слетает, и отношения людей между собой становятся, ну, более чистыми. Поэтому сюда вот приезжаешь просто любоваться красотой вот людей. Действительно очень красивые, очень приятные, очень чистые люди. И, ну, просто одухотворяешься тем, что человечество есть, у человечества есть будущее. Спасибо вам, ребят, за то, что вот вы есть такие. Спасибо.